Первым проснулся главный фонтан центральной городской улицы Советская. Перед сезоном мастера дорожно-эксплуатационного предприятия проделали большую подготовительную работу. Оценить, все ли готово к запуску, прибыл мэр Бреста Александр Рогачук совместно со специалистами ДЭПа. Все готово. В городе Бресте на балансе Кубрияская ДЭП в полной боевой готовности находятся шесть фонтанов. Они работают с 1 мая. По утвержденному графику работают. В выходные и праздничные дни работают фонтаны с 10 утра до 10 вечера, а в будние дни с 17.00 до 21.00. Зажурчали сегодня и другие фонтаны. На Оленина, Орджоникидзе, набережной ДК «Профсоюз» возле гостиницы «Интурист» ввысь устремились тонны воды. Струи разного уровня и напора. Это сразу привлекло внимание жителей и даже гостей Бреста. Какой ваш самый любимый фонтан в городе? Вообще я из Минска, поэтому мне нравятся все фонтаны Минска. Но Брест тоже подтягивается. Ну, в принципе, да. Город шикарный. В прошлом году, когда его включили, самой большой радостью было попасть под воду. Там с той стороны. И посмотрели уже сегодня как раз фонтан, который на площади, на центральной площади. Все очень радует, очень приятно, несмотря на холодную погоду. Самый любимый – это тот, который стоит возле автовокзала и ЖД вокзала. Мне очень нравится именно вот этот фонтан. И вот вечером, когда он ночью светится, это очень красиво. Кстати, до недавнего времени в Бресте функционировало всего 9 фонтанов, 6 из которых находятся на балансе дорожно-эксплуатационного предприятия. Но в настоящее время ярких шумных точек на городской карте стало больше. Еще один фонтан, плавающий, стал настоящим украшением городской набережной. Струи воды бьют вверх. Высота центральной струи фонтана составляет 19 метров. Выглядит очень красиво. Но в вечернее время станет еще эффектнее. Конструкция будет работать с подсветкой. Насладиться ярким зрелищем можно на протяжении всего лета. Городские фонтаны будут работать ежедневно до осени. Продолжение следует...